Мерца и Сына и Святого Духа, величай в Тя, Пресвятая Дева, Бога избранная от раковицы, чтим ежем крам, Господень, вхождение Твое. Непостижимая Божественная премудрость Духом Святым исполняется судьбы Божьи. Водит первосвященник, великий Захария, девицу, трехлетствующую, Бога от раковицы Мариама. Храм Господень, вход в который она преодолевает самостоятельно, укрепляемая благодатью Божией, эти ступени, о которых мы всегда в Псалтире имеем напоминание, песни степеней, кто любит Псалтирь, тот знает. Эти степени или ступени, на каждом из которых положено по Псалму читать, высокие и трудные для восхождения. Бога от раковицы Мариам стрелой проходит, легко водится туда, куда никто не может взойти, на самое небо. Образом этого неба волоски неосведения и в ней святая святая. Никто не мог туда взойти, кроме одного первосвященника, небес крови уже приносит себе и о людских невежествах, и то только раз в году. Некоторые, увы и увы, горе нам современные проповедники дошли до того, что говорят, что это был полуобраз, что это всего лишь и что это в немогло быть, короче говоря. Возьми, например, да не будем даже говорить. Они недостойны упоминания. Но, к сожалению, это сделалось, въелось, распространилось и въелось в душу. Что этого не было. А мы якобы празднуем, ну, каждое свое вхождение в Храм Господень. Так ли это? Нет, это не так. Мы празднуем конкретно и только ее вхождение в Храм Господень, которое было воистину. Чтобы это принять без критики, требуется вера. Требуется вера святая, а не какая-нибудь. А ее человек не может нигде взять, кроме как от Бога взять. Отдается она не каждому и не всякому, и не всем попало, и никому подряд. Отдается она, братья и сестры, только добрым и кротким, и трепещущим словес Божьим, и взыскующим небо еще на земле. Тот взыскует небо божественной славы и правды, и порядка божественного, и мира духовного, непоколебимого. Тому дается, это и есть, собственно говоря, любовь к Богу. И она дается от Бога. Не от людей, не из себя самих. От нас, да, от чрева Матери. С тех пор, как мы родились на белом свете, у нас есть что в душе? Есть у душе жажда. И блажен человек, который ее не продал, эту жажду святую, небесный благо, вечную жизнь, ни за какие земные блага. И здесь Матерь Божия поистину ведет за собой духовность. Так как она взошла туда телесно, она взошла туда истинно, по-человечески, влекомая сверхъестественная благодать. И святитель великий Захария с весельем преемлицей, яко Божие жилище, мы слышим, в Тихирах. И он покорился действием божественной благодати, за что и был потом убит иудеем, за то, что вел причисто к Раму Господню. Между жертвенником и алтарем, слава Бога, иудеями убит Захария, отец предтечий. Действительно, у Бога все наперечет, все его добрые, все его близкие. И мир тесен. Вот ведь, Захария, а никто не будет. Отец предтечий. И Южика, сын, то есть родственник, ведь его супруга Елисавета, была тетка, предчестный Богородец. Но не думай, что этот круг духовных друзей Господа Бога, Его Пречистой Матери, о котором говорится в Псалме 44, приведутся девы вслед ее, искренние ее приведутся. Ему эти девы-тимпанницы, которые шествуют и воспевают в этом празднике духовном, что этот круг определяется нашим земным родством. Он определяется только духовным родством, этот круг близких. И враги человеку домашние его, говорит Господь. Но блажен человек, у которого жена близка ему по духу, у которого дети являются духовным утешением. Это воистину благодать Божия. Не от нас сие есть Божий дар. Когда этого не имеешь, то не тщись, смиряйся. Это от Бога. Вот, посмотри, царственные мученики. Седмирица, царственные. В одну ночь все вместе пошли на небо. Потому что были едины по духу. Также Захария сели советы. Едины по духу. Также Яким и Авна. Едины по духу. Единым они действиям духовным приводят. Вымоленную. В старости лет рожденной девицу. Плод. Ден на ночь над молитвой. Приводят немедленно, как только три года исполнил Храм Господь. Дивное чудо. И нас Господь призывает к смирению. Следовать за Господом. Следовать за Его Пречистой Матерью. Не оглядываясь. Не прилагаясь плоти и крови своей собственной. То есть своим земным, плотским чувством, переживанием, подозрением всяким своим, мыслям. Вращаясь в этом кругу этих мыслей, чувств, переживанием, опыта на конец своего собственного, всегда будешь вращаться, как ветром лист от земли. Возносимые и кружимые ветром. Как в первом псалме об этом глаголится. Якой же лист, Его же возметает ветром от лица земли. И мы этим сильно грешными, в этом сильно каемся всегда. И надо бы уже, дети мои, брать, как вот в математике детей учат, брать от функции производную. Что это значит? Что брать от этого земного обращения, круга обращения бесконечного, ночью просыпаешься и вспоминаешь свою жизнь, если это ничего не дает. Вставать на молитву, вот что дает. Преодолевать это земное обращение к Богу. Молитвам Пречистой Матери отверзаются двери небесные. Отверзается святая святых во внутреннейшую, за завет, за завесу. Вводит она нас. Не иносказательно, не воспоминательно, по истинно, духовно, благодатно всех, кто ей последует, кто верует, что она туда взошла. Что она туда взошла не иносказательно. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok